Всех приветствую, друзья! Сегодня у меня HTCM-8. Будем менять дисплейный модуль. Заказал я вот такой вот дисплейный модуль. Цена с заменой 85 евро у нас. Итак, модель HTCM-8, модель OP6B-630. Недавно снимал видео HTCM-7, предыдущая модель этой. Итак, включаем смартфон. Тач работает. Был удар, походу вот сюда вот. Дисплей разбит, тач разбит, рамка погнута, поцарапана, подушатанный телефончик. Итак, достаем слот карты памяти, сим-карты, отключаем телефончик. Снимаем сверху и снизу пластики две пластиковые наклейки. Чтобы не повредить их, давайте их предварительно немного нагреем, чтобы они легче снимались. 250 градусов я выставил на Афене. Убираем в сторону. Сверху под ними у нас находятся винты, которые мы сейчас открутим. Итак, сверху у нас два серебристых винта, крестообразная отвертка. И снизу четыре чёрных винтика. И снизу четыре чёрных винтика. HTC всегда считались самыми сложными в разборке, в сборке. Под замороченные телефоны немного. Итак, сняли винты. Четыре снизу, два сверху. Отсоединяем крышку. Крышка у нас металлическая или алюминиевая, не знаю, что это. Цельная, поэтому аккуратно соединяем её от рамки. Учитывая, что её били несколько раз, причём со всех сторон, крышка снимается довольно легко. Кнопка включения отлетела. Итак, можете видеть, да, почему эти телефоны считаются одними из самых сложных в разборке. Не сильно отличаются от M7. Давайте снимем металлический скотч. Всё это надо будет вернуть на место с другой стороны. Антистатик. Под ним тоже отсоединяем. Убираем в сторону. Коэксиальный кабель. Заметьте, проходит под разъёмами. Итак, давайте для начала проверим наш дисплейный модуль, который мы заказали. Подсоединяем разъём дисплея, разъём тачскрина. Здесь вот он у нас находится. Можно отсоединить разъём нижнего модуля. Подключаем новый дисплейный модуль. Проверяем. Проверяем его. Включаем. Экран загорелся. Тач работает. Можно менять. Выключаем смартфон. Отстёгиваем новый дисплейный модуль. И так разбираем. Разбираем смартфон. Отстёгиваем все разъёмы. Разъёмы верхнего модуля. Кнопки включения. Верхние камеры. Здесь у нас кнопки звука. Аккуратно снимаем. У нас шлейф идёт. снизу. Ещё и приклеим на скотч. Так. Соединяем. Следующий разъём. Вот этот антистатик можно сразу перенести. если у нас здесь нету. На дисплейном модуле. Сюда на новый. Можно сразу заклеить его в драйвера. Управление. Отклеиваем шлейф. Снимаем два винта сверху. Соединяем фоксиальные кабели. Наклеечку не забыть. Потом вернуть обратно. Так. Смотрим. Отсоединяем. Соединяем батарею. Вообще-то батарею нужно было отсоединить самую первую. фоксиальный кабель. Здесь у нас находится, будьте внимательны, ещё один винтик, спрятанный под вот этим шлейфом. Шлейф динамика, по-моему. Так. Что у нас осталось? здесь. Итак, давайте попробуем. Здесь мешает стекло камеры. Тоже давайте отсоединяем временно. Снимаем среднюю часть, системную плату. Вместе с динамиком она снялась у нас. Убираем в сторону разъёма, чтобы они не мешались. Аксиальный кабель. Вытаскиваем батарею. Вытаскиваем бела на все interesante. Аксиальный кабель. настегиваем батарею смотрим такие наклеечки у нас здесь давайте снимем модуль гнезда зарядки и гнезда наушников теперь все доступно я думаю пришло время нагревать тачскрин я выставил 300 градусов на термофене и и и и и и нагрели пробуем снять я думаю что снимается так же как и на м7 несложно экран был разбитым поэтому сильно долго церемониться не надо разбитый кран уже не заклеить стеклом это когда целые экраны попадаются то мы стараемся снимать их хорошо правильно дабы не сломав чтобы потом наклеить заказать новое стекло и наклеить это касается всех моделей если вам принесли разбитый дисплейный модуль с целым экраном то конечно же старайтесь снять по возможности как можно аккуратнее чтобы не повредить экран который потом можно будет заклеить новым стеклом прогреваем снизу снимаем тач так что он здесь есть что он здесь есть у нас здесь можно снять металлический скотч переклеить это делать это вовсе не обязательно и так все будет нормально работать без всяких искажений шумов и всех остальных дефектов у нас идет аж внутри проклейка начинается аж на на самом дисплее я думаю нет смысла его снимать еще такого важного в нем нету итак дисплейный модуль мы проверили поэтому зачищаем поверхность пыль и грязь используем двусторонний скотч снимаем всю эту беду пыль проклеиваем миллиметровым скотчем 3м таким вот проклеиваем периметр прижимаем как следует прессуем как можно сильнее скотч чтобы он прилип к рабочей поверхности ну и так по всему периметру здесь по миллиметру здесь можно снять сразу по 3 миллиметра ну и то же самое можно сделать на дисплей я ставлю на паузу пока итак вот я проклеил рамку далее не снимая бумажки вставляем дисплей дисплейный модуль точнее для того чтобы проверить зазоры на нем вот здесь заклеил отверстие отверстие тачскрина итак вставляем дисплейный модуль я немного неправильно вставил неправильно вставил вот таким образом вставляем вложим на поверхность смотрим смотрим нет ли зазора вообще как он сидит чтобы он не выглядывал чтобы не утопал в своем месте прекрасно сидит вот это означает что вытаскиваем его снова это означает что если мы снимем бумажки со скотча то есть наш дисплейный модуль немного утонет и поэтому чтобы уравнять все это дело мы сейчас проклеим дисплейный модуль тоже потому что посадка у них очень тонкая и так проклеиваем дисплейный модуль точно так же как и рамку и снимаем дальше проклеили дисплейный модуль прессуем прессуем скотч как следует и так все готово снимаем бумажки так и посмотрите вот так сранки тоже аккуратно вставляем дисплейный модуль сгибаем шлейф вставляем шлейф тачскрина с этой стороны цепляется за скотч конечно же далее тачскрин ставим на место итак все легко у нас идеально ничего не торчит ничего не впадает в конце мы еще раз пройдемся мягким материалом чтобы прессунуть так ставим модуль гнезда зарядки и гнезда наушников далее вставляем батарею вставляем батарею далее ставим системную плату вместе с нижним динамиком не забудьте вот этот шлейф он шел внизу так стекло камеры закручиваем три винтика один у нас было здесь под шлейфом динамика и два других длинных таких же у нас были закручены вверху закрутили соединяем коаксиальные кабеля вот эти два мелких здесь у нас была такая наклеечка маленькая судя по всему играющую король прижимной планке коаксиальный кабель укладываем под низ под низ разъемов застегиваем разъемы застегиваем разъемы Фоксиальный кабель. Так, с этой стороны у нас была такая вот наклеечка. Видите, антистатик у нас идет на разъемы. Заклеиваем, соединяем разъем нижнего шлейфа. Далее у нас идет тачскрин. Нижний модуль гнезда зарядки заклеиваем. Кнопка звука. Батарейку пристегиваем, закручиваем батарейку короткими винтами. Еще одна наклеечка у нас здесь была, которая идет с самого низа этого разъема. Застегиваем кабель динамика. В принципе основная работа сделана. Включаем смартфон. Включили смартфон. Давайте соберем его до конца. Вставляем кнопку включения, которая вывалилась. Вставляем сверху. Далее по периметру опускаем в крышку. Включили смартфон. Все нормально, без зазоров. Закручиваем винты, четыре снизу, вот так у кого получатся у нас ушло на замену данного дисплейного модуля. Быстрее не получится, два винта сверху. Заклеиваем заглушками, если скотч потерял свои свойства, можно наклеить новую, либо прогреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аминь.